Бойкот обсуждали? Не комментирую это, пожалуйста. Давайте без этого. Почему? Вам запретили? Нет, никто не запрещал. Ну, Евгений Владимирович сказал, что будут общаться с командой. Не обсуждали еще этот вопрос? Как новый тренер? Какие мысли? Сегодня увидимся с новым тренером, вот сейчас после медобследования. В час дня поедем и увидимся. Как вы попрощались с прежним тренером? В чате, может быть, что-то лично открыл? Да, попрощались лично после Кубка уже, когда отмечали. И так друг другу в чате пожелали удачи. Ты говоришь, что попрощались уже когда отмечали. Было понятно в этот момент, что он уйдет? Нет, прошу прощения, неправильно сказал. То есть попрощались просто перед отпуском? Да, перед отпуском, да. А так в WhatsApp потом написали друг другу, спасибо за работу. Как вы поняли, к чему он ушел? Ну, как и написали, как бы лично я не спрашивал, почему ушел. Он объяснял как-то? Нет, я же говорю, мы просто пожелали друг другу удачи и все. Как ты это понял? Хочется к семье? Наверное, да. Ну, опять же, как мы и обсуждали и говорили все об этом, что сейчас ситуация не самая простая. Ну, каждый делает свой выбор. Поэтому, ну, как-то так. Лично тебе хочется сыграть матч за Суперкубок? Конечно, хочется, но как не хочется? Ну, Суперкубок, возможность выиграть трофей. Мы выиграли Губок и я понял, что этого мало. Но хочется выиграть еще Суперкубок. В Питере вы домашнее судейство, нет? Ну, что в плане домашнее? Ну, будет Зенит играть дома, при своих трибунах. Ну, я думаю, что как-то, наверное, сделают 50 на 50, но по-другому быть не может. Старастый выбор, что переходит в Спартак? Вот, Крыльев класс 2 хороший. Я не знаю, переходит он в Спартак или нет. Ты будешь доволен, сомнения? Ну, я его очень хорошо знаю. Хороший парень. Поэтому, если он перейдет, буду, конечно, только раз. Ну, наверное, советовался уже, да? Нет, честно, вообще с ним не общались. Ну, только сегодня вышли из отпуска. Честно, глаза в глаза слот. Поэтому, если придет, подпишутся, то, конечно, будем рады. Как уход Бакаева оцениваешь? Ну, это его выбор. Даже не хочу. Ну, выбрал, пожалуйста. Расстроился? Ну, не могу сказать, что прям расстроился, но это его выбор, и он его сделал. Отговаривали его от этого выбора? Нет, я с ним по этому поводу не общался. Ну, опять же, это его жизнь, это его карьера, и он в плане сам распоряжаться, как он хочет. Ну, делать то, что он хочет. Один трофей маловато. Сто процентов. Мне понравилось выигрывать трофеи. На Суперкубке тоже ведь мало? Согласен. Согласен. Что надо сделать, чтобы подвинуть Зенит? Что для этого сделать? Нужно выигрывать. Ну, я веду чемпионат. Да. В одном матче это ведь проще. Ну, я поэтому и говорю, что нужно набрать как можно больше очков, ну, точнее, больше очков, чем все остальные, чтобы выиграть. Все просто. Ну, то есть, на твой взгляд, Зенит побеждаем на длительной дистанции? То есть, его можно опередить? Сколько сейчас они подряд выиграли? Четыре. Ну, поэтому на данный момент побеждают на длительной дистанции. Ну, они идут в поход за второй звездой. Может ли Москва отобрать эту звезду? Я считаю, что да. Ну, будем стараться. То есть, для этого нынешнего состава потенциала Спартака достаточно? Я думаю, что да. Ну, плюс Зиньковский приходит. Ну, по Зиньковскому я не знаю, а по нынешнему составу я считаю, что мы можем, спокойно можем. А то, что не уезжали, я так понимаю, за границу? Я? Да. Ну, я уезжал в Турцию был, но до этого съездил в Астрахань, порыбачил. Я видел, да. Я видел, да. Ну, то есть, это была рыбалка такая по-честному или как в бриллиантовой руке? Нет, нет, это абсолютно честная рыбалка. Там ездили на катере, искали эту рыбу. И что ты поймал? Ну, сейчас не сезон, потому что когда сезон, у нас сезон идет. Ну, как все хвалят Астрахань, что там великолепная рыбалка. Ну, там действительно великолепная, но так как вода большая, если так по-рыбацки говорить, и особо сильно то, что мы хотели, мы не получили. Но, опять же, половили и судака там. Ну, покажи какого, примерно. Ну, у меня есть, что там фотка что-то выкладывал. Размеры. А, ну, там не знаю. Ну, такие половили. Здоровенный язь. Да, язь здоровенный, и сезонов половили. Ну, поэтому хорошо доходит. Я видел еще одна такая сенсационная съемка в инстаграме. Что это такое? Вы снимаете кинофильм с Георгием. Какое-то вот что-то такое захватывающее. Это какой-то анонс, может быть. Это... Клип какой-то. Что это? Это медиалига. Так. И мы будем с Георгием, ну, уже, можно сказать, создали свою команду. Как она будет называться? Ну, уже, наверное, многие знают. Будет называться «Бей-беги». Ну, то есть, это тактика, которую вы придерживаете? Ну, в принципе, как «Спартак» играет, так и мы ее назвали. Шутки, конечно. Ну, просто там такая медиалига, что надо что-то такое необычное. Ну, это обычно, как бы, но в то же время прикольно. Ну, дай нам инсайт, кто сыграет за эту команду. Хотя бы один игрок. С кем вы договорились? Ну, я не могу сказать, что мы договорились там с какими-то, например, лиги топами. Ну, если что, там, по сезону, возможно, мы же сами сыграем с Георгием. Ну, а так, опять же, это медиалига, и там, скорее всего, люди хотят видеть меньше футбола, а больше медийных людей. И Ещенко? Ну, Ещенко сейчас в другой команде, мы будем общаться по трансферу по его. Но я думаю, что Ещенко будет с нами. Ну, варианты какие-то были, потому что бей-бей-бей, это, ну, не в стиле «Спартака». Где же ее в стеночке? Мы не хотели привязываться к «Спартаку», это просто должна быть отдельная история. Именно, что мы с Георгием как два президента. Два президента? Ну, да, как. Мы два президента, создаем команду. У нас уже есть тренер, ну, и мы так, в принципе, у нас просмотры игроков и так далее. Все серьезно. А руководители – это прям как «Спартакен». Ну, получается, да. А кто тренер? Что за специалист? Тренер, может быть, вы его знаете, это Сергей Горелов. Да, это бывший армеец. Да. Ну, просто мы с ним очень хорошо общаемся и концепция этого тренера нам подходит. Подождите, бей-беги, бывший тренер и воспитанник ЦСКА, если не ошибаешься. Нет, опять же, мы не хотим в этой медиалиге акцентировать внимание там «Спартак», «ЦСКА», «Локомотив», «Зенит», там такого нет. Поэтому это отдельная команда. Там есть такие команды, как там «Амкал», «Тудроц» и будет «Беги». Поэтому соперничество будет между этими командами, между там «Спартак», «Зенит» и «ЦСКА». Это как бы ваш личный проект или вам кто-то… Нет, мы абсолютно… У нас есть два наших друга, с которыми мы общаемся, но потому что мы не всегда можем быть там на тренировках, быть на играх. Потому что у нас тоже в первую очередь… В первую очередь у нас «Спартак», у нас любимая работа – это футбол. И поэтому у нас есть два парня, которые будут заниматься тоже всем. Но вообще это наш… Ну, мы сами все делаем. Сколько ты готов тратить вот на этот год? Мы нисколько не будем тратить. Мы с Георгием договорились, что ни рубля мы туда не вложим. Поэтому только спонсоры, только… Это грамотный подход, я должен сказать. Ну… Жить посредством, да? Да, мы будем жить посредством. Многие… Вот бы так в российском футболе. Многие думают, что там, если заходит в эту медиалигу «Соболи Фаджики», что это будут какие-то бешеные зарплаты, бешеные деньги и так далее. Но это не так. Именно будем жить на деньги спонсоров. Слушай, но мы же знаем то, что, например, в медиалиге есть на спорте, который платит чуть ли не как там клуб ФНЛ или даже РПЛ. Ну, условно, да. Но мы так не хотим. Ну, какая у вас максимальная зарплата? У нас пока еще нет этого. Мы пока только в стадии, ну, как собираем команду. Спонсор уже есть конкретный? Спонсор есть, пока не буду говорить какой. Букмекер, наверное. Ну, в принципе, да. И, ну, пока только один спонсор, и мы от него так пляшем. Ну, просто самим это мы сами загорелись. Самим интересно тут, получается, построить свою команду и полностью там надо расписать бюджет, куда, что, зачем и так далее. Ну, это множественные знания. Есть ли они у вас? Ну, я думаю, что есть. Примерно понимаем. Мы уже, в принципе, уже какие-то моменты мы с ним уже садились, обсуждали. Просто тут надо сейчас понять по цифрам, все сложить, посчитать и вперед. Ну, сейчас я думаю, что этот тизер, который я выкладывал, я думаю, что он, ну, дней через пять, через шесть уже будет в сети. Я вернусь к профессиональному футболу. Все-таки во время отдыха вы смотрели, во что играет новый тренер? Ну, явно не в ту тактику, название которой вашей новой команды. Честно, вообще не смотрел. Мне кажется, о назначении узнал только дней через пять. Ну, потому что отдыхал. Ну, познакомимся. Он нам сегодня все расскажет и покажет, в принципе, на сборах, как он хочет. Ну, ваша первая реакция, когда вы увидели, я не знаю, Пуш пришел или на сайт вы зашли? Ну, ты знаешь такую фамилию для этого? Ну, я и не знал и условно… Ваноли? Ну, если так говорить в тренерском плане, и Виторию, и Тедеско я не знал. Ну, особо всех тренеров ты не знаешь, но когда потом с ними работаешь, то знакомишься. Ну, опять же, новый тренер, новые требования. Будем вникать. Сложно вообще, когда так часто меняются тренера? Ну, это в какой-то… для футболиста, мне кажется, есть какой-то плюс. Ну, в плане того, что новый тренер, он приходит с новой идеей. Вот если брать Тедеско, он там один футбол ставил, а Вито Иваноли, допустим, требовал, чтобы я там в зоны бежал, как это получилось с голом в Динамо. Допустим, до этого я так не делал. Как бы каждый тренер приносит то, что, допустим, что-то новое для тебя, и ты поэтому прогрессируешь. Поэтому, ну, тоже хорошо. У тебя болельщики выбрали лучшим игроком сезона? Ну, приятно, да, видел. Ты там голосование, да, по-моему, был? Голосование, голосование. Ты не накручивал? Я не накручивал. Единственное, вот Герман, который амкал, он мне писал, говорит, давай выложу, типа. Я говорю, ну, хочешь, выложи. Говорит, ну, только ты футболка, если выиграешь, футболку там сделаешь. Я говорю, ну, хорошо. Как бы, ну, это особо даже не следил за этим. То есть, теперь тема футболка будет. Получается, что да. Уже договорники у вас были. Да. У тебя был крутой сезон в прошлом, в целом. Ну, то есть, есть что вспомнить. Голы Наполи, голы Лестеру. Не кажется, что в этом сезоне без Еврокубков будет скучновато? Ну, конечно, мы, спортсмены, хотим играть там на самом высоком уровне. Там же Лига Европы, сборная. Но когда этого нет, то, конечно, обидно. Мы ради этого играем в футбол, чтобы играть там на самом высоком уровне. Ну, конечно, хочется там играть всегда. Тем более, когда ты ощутил это, вышел из группы с Наполи и Лестером, тебя этого лишают. Ну, обидно, очень обидно. Ну, а что такая главная мотивация на этот сезон? Ну, что конкретно? А вы сказали про кубок? Ну, теперь и... Ну, конечно, как всегда, мотивация у Спартака – это выиграть чемпионат. Ну, чемпионат. Ну, как бы там кто ни говорил там и так далее. Ну, я говорю, я выиграл кубок, теперь надо выиграть суперкубок и чемпионат. Это 100%. Полный шлем, получается. Ну, получается, да. Ну, и мне кубка мало. Я перед сезоном говорил, что я хочу поднять трофей над головой. Я его поднял, но зашел в раздевалку и я уже понял, что мне этого мало. Я хочу еще. Ну, а для этого нужно работать. Поэтому мы будем работать. То, что Абаскальт такой молодой специалист, никак не смущает? Ну, Тодеско тоже был молодой. Ну, лет просто. Ну, поэтому... Какая разница? Вообще, ну... Пусть ему будет 25, но какая разница? Хороший специалист, почему нет? Лето сейчас необычно. Вся команда профессиональную сбору проводит в России. Поэтому... Возвращение в детскую тогда? Вот детский футбол ездили? Ну, такая была уже ситуация, когда был коронавирус. Поэтому... Чемпионат остановили и заново сборы начались. Нормально. Тем более, у нас уже 9-го числа игра. Там сборы по факту. 10 дней и недельный цикл. Наоборот, в Тарасовске прикольно, хорошо. Что прикольно у Тарасов? Ну, это база. Это все-таки база. Дух. Конечно, это база. Такая атмосфера. Там приятно тренироваться. Созданы все условия. Ну, это круто. Мне нравится в Тарасовске. Но только ехать долго. Поэтому каждый день не хочу там тренироваться. Спасибо большое. Спасибо. В suas慢айся! Спасибо Игорь Condavor, Катеринец Bangkok,oughом 4elia lernen Спасибо вам все оговаривали! Спасибо как раз заding. Спасибо. Спасибо. Спасибо ранее на нашем всефорном среде. Спасибо! Продолжение следует...